Всем привет! В эфире «Спортивная среда» и я, Любовь Почерникова. Всероссийский день бега «Кросснации» собрал более 2,5 тысяч участников в Иванове и Кохме. В нашем регионе по традиции самой массовой акцией стала в областном центре. В парке культуры и отдыха имени революции 1905 года собралось более 2 тысяч человек. Самому юному участнику 5 лет, самому опытному 79. Наиболее массовыми стали забеги среди учащихся школ областного центра. Бегуны вышли на дистанции 1, 2 и 3 километра. Самые маленькие участники, пробежав положенное расстояние и уложившись на мотив, могли получить значок ГТО. Мне нравится бегать, я бегаю с 5 лет. Кировалась, я пробежала километр, первое место за золотой знак. «Кросснации» – самое массовое по количеству участников и самое масштабное по географическому охвату ежегодное спортивное мероприятие в России. Наш регион участвует в нем начиная с 2006 года. Еще один массовый спортивный турнир, но уже по художественной гимнастике, собрал более 700 сильнейших спортсменок из 36 городов страны. В Иванове завершились соревнования на призы олимпийской чемпионки Ольги Гладских. Среди участниц – лучшие из лучших, сильнейшие спортсменки в своих регионах. Соревнования проходили 4 дня во всех возрастных категориях – от 3-го юношеского разряда до программы мастеров спорта в индивидуальной и групповой программе. Турнир является отборочным всероссийским соревнованием юной гимнастки и надеждой России. Команда мастеров спорта «Жар-птица» заняли второе место. По программе кандидатов в мастера спорта в призерах наших команд нет, но выступали они достойно. Малыши показали хорошие результаты. Второй юношеский разряд на призовых местах. Первый юношеский разряд. То есть соревнования прошли достаточно успешно и наши команды показали достаточно высокий результат. Поклонники велоспорта официально закрыли сезон. В парке Степаново прошли соревнования на кубок выходного дня. И хотя для тех, кто занимается этим спортом профессионально, не бывает плохой погоды, следующие соревнования пройдут уже весной. Первыми на старт вышли маленькие спортсмены от шести лет и младше. Самому юному участнику велогонки три с половиной года. Малыши в этих соревнованиях за призовые места не боролись. На финише каждого ждал сладкий подарок. Среди тех, кто выбрал спорт и здоровый образ жизни, проигравших быть не может. Самые маленькие традиционно мы стали привлекать с прошлого года. Собирается их очень много. Родителям это интересно. Дети очень активны. Собирается их более ста человек традиционно. Сегодня просто с погодой тут прохладный. И не так много народа, как мы ожидали. Но я думаю, что мы будем развиваться. И детям это нравится, родителям это нравится. Это здорово, что так много людей активно занимается спортом. И снова новости из мира большого тенниса. У ивановского спортсмена Егора Щербакова есть все шансы попасть в сборную команду страны. Он уже в списке кандидатов. Окончательно его кандидатуру утвердят в середине октября на Кубке Кремля. На днях Егор Щербаков в очередной раз показал лучший результат. Он стал победителем всероссийского турнира в Ивановской области среди юношей и девушек, который проходил в одиночных и парном смешанном разрядах. Воспитанник Натальи Пирожковой уверенно занял первое место в турнирной таблице. Стать спортсменом никогда не поздно. Клуб любителей бега «Автокрановец» яркий тому пример. Нужно лишь получить справку о здоровье, и можно приступать к тренировкам. Занятия проходят в залах и на улице, невзирая на капризы погоды. Эта спортивная площадка в парке Харенка не пустует даже в непогоду. Объединение для пенсионеров существует больше 30 лет. Тренировки проходят каждое воскресенье с 8 до 10 утра. Возраст роли не играет среди активистов и те, кому едва за 40, и те, кому давно за 70. Кто не работает, тому все равно надо двигаться, больше ходить особенно. Вот у нас на стадионе, там в «Энерго», там некоторых просто ходят, пенсионеры. Видно, они старше меня. Просто позавидуешь им. Потому что я еще не достиг такого возраста, как они. Я бегу, но все равно думаю, вот в их возрасте, может, тоже придется ходить так же. Они ходят быстро так, энергично. Пенсионерам очень рады и в муниципальном учреждении «Восток». Для женщин и мужчин здесь проводят бесплатные занятия по эстетической гимнастике. Угод спортсменки участвуют в нескольких крупных чемпионатах, повышая престиж этого вида спорта. Желающих заниматься год от года все больше. Охват и желающих настолько велик, что мы сейчас заключили договора безвозмездной аренды с третьей спортшколы, с девятой спортшколы, с 37-й школы общеобразователей, где группы там также набираются и все желающие принимаются. И одно основное требование – это, конечно, медицинская справка, то есть медицинские заключения, чтобы не было ограничений по здоровью. Турнир «Олимп» первенства ФНЛ продолжается. В субботу, 29 сентября, пройдет 15-й тур. Ивановский текстильщик встретится с клубом «Нижний Новгород» в Москве на стадионе «Спартак». Пожелаем успехов нашей команде. На этом у нас все. Любите спорт себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!